Это, наверное, единственный возможный выход в этой ситуации, но факт остается фактом. В крайней степени дефицитному бюджету с огромным госдолгом придется отвечать по чужим обязательствам. Напомним о проблемах, связанных с агрохолдингом ОГО, которому на тот момент принадлежало шесть предприятий в регионе, в полный голос заговорили летом 2012 года, когда ряд птицефабрик оказались на грани разорения. Есть серьезные подозрения, что деньги, на которые планировалось развивать производство, были разворованы. Возбуждение уголовного дела, связанного с агрохолдингом, заявил сегодня на сессии прокурор области. В нагло были украдены более 200 миллионов рублей. Была создана схема, при которой заемщиками кредитных средств выступали директора предприятий наши, а деньги перечислялись почему-то в некий торговый дом в Москву. Между директорами предприятия и торговым домом был заключен агентский договор НИКИ о том, что этот торговый дом будет закупать и направлять им. Сначала они действительно закупали, а потом 200 миллионов отправили, когда им они их просто не вернули. Расследование еще впереди, как и выплата долгов по зарплате. Рабочие предприятия недополучили 25 миллионов рублей. Но какая судьба в дальнейшем ждет птицеводческую отрасль региона? Об этом спрашивали сегодня парламентарии. Сейчас компании агрохолдинга ОГО перешли в управление правительства области. Весной там введена процедура наблюдения. И разработана масштабная схема спасения вологодского птицеводства в целом. Речь идет о реструктуризации задолженности ряда птицефабрик на 25 лет под льготные проценты с помощью Россельхозбанка. Гарантом по-прежнему выступает правительство области. Кроме того, есть и организационное решение. Восстанавливается деятельность Шексинской птицефабрики. И разработана модель объединения птицефабрики Шексинская и Климовская в одно предприятие, в одну технологическую цепочку. Поэтому у нас есть при принятии и при подписании соглашения с Россельхозбанком уверенность в том, что сегодня мы выйдем буквально в течение, может быть, года-двух на тот уровень производства, который был ранее. В первую очередь речь идет о мясном птицеводстве. Это раньше птицефабрики выпускали в год до 28 тысяч тонн бройлерного мяса. Сейчас прилавки завалены привозной продукцией, и рынки придется отвоевывать заново. Что касается яйца, то с конвейеров выходит около 600 миллионов штук ежегодно. Этого на регион более чем достаточно. Мария Помилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.